Сегодня в России по погибшим объявлен день траура. В связи с этим во всех городах страны были отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги. Киров стал исключением из общих правил флаги, например, у Вечного огня. Весь день оставались полностью поднятыми. Как пояснили в администрации города, для того, чтобы их спустить, нет технической возможности. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Домик для уток. Кировские студенты совместно с городскими активистами установили убежище для птиц, которое разместилось в парке имени Кирова. По словам строителей, домик выполнен из натурального дерева и обработан с помощью современных технологий. Несмотря на простоту конструкции, она способна защитить птиц не только от ветра, но и осадков. Решение об установке утиного домика активисты приняли еще на прошлой неделе, когда температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Таким образом, организаторы хотят спасти животных от переохлаждения. 6 миллиардов рублей на соцподдержку. Столько Кировская область потратила в этом году на выплаты жителям региона. Об этом сообщили в правительстве области. За год цифра затрат на эти цели выросла более чем на 1 миллиард. Примерно половина средств на выплату соцподдержки каждый год поступает из федерального бюджета. Вторую выделяет регион. Количество получателей помощи постоянно растет. Если в 2013 году таких было почти 400 тысяч человек, то в 2015 году их численность возросла до 420 тысяч. А это практически каждый третий житель области. Власти Кирова подсчитали стоимость снежного полигона. Он обойдется в 94 миллиона рублей, если обустраивать его с соблюдением всех экологических норм. По данным сотрудников администрации города, сейчас от управления благоустройства в управление градостроительства ушло письмо с просьбой найти участок, где можно разместить этот полигон. Стоит отметить, что в данный момент снег вывозится на шесть специализированных площадок.